Мы две сестры. Типа, что же там меня ждет? Мне кажется, мы растем быстрее и вместе. Вот что творят эти двое на сцене? Это просто потрясающе. Если ты чего-то хочешь, иди и делай. Мы на конкурсы едем всей семьей. И папа с новыми. Да, к нам люди тянутся. И мы это чувствуем и танцевально. Это очень грамотный такой прием. Он так и говорил, так, может, не пойдем на отбор? Я говорю, нет, так, пошли, пошли. Вы не надоели друг другу? Мои желания, какие-то мои мечты как-то задвигаются куда-то в долгий ящик. У вас на двоих аж пятеро детей. Люди, очень многие, большинство, не задумываются об этом. То есть они живут сегодняшним днем. Офигеть, как мне нравится, как усуждают мои ученицы просто. Это отдельный кайф дослушать. Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Ангелина Судакова. Я артистка. У меня свое профессиональное танцевальное шоу, с которым мы гастролируем по России и миру. А также я наставник для девушек и женщин по популярности, масштабу и росту в деньгах в любимом деле. У меня есть классная особенность. Я умею раскрывать в людях их масштаб. Именно с этим связано мое желание записать серию собственных подкастов. И так как я уже сказала, что я наставник для девушек и женщин, первыми я решила на эти подкасты пригласить своих замечательных учениц. И сегодня у меня в гостях не один, а целых два гостя. Это замечательные девушки из города Уфа, руководители собственной школы танцев Twins Dance, родные сестренки Азаматова Алия и Харидинова Айгюль. Девочки, привет. Спасибо вам огромное, что вы здесь сегодня со мной. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вас, чем вы занимаетесь. Давайте вас познакомим с нашими зрителями. Меня зовут Харидина Айгюль. Я являюсь руководительной студией танцевальной нашей Twins Dance в городе Уфе. У нас в Уфе одна из самых больших, крупных танцевальных студий, где множество направлений есть как для маленьких детей, так и для взрослых. Поэтому мы сами хореографы, мы сами занимаемся с детьми и со взрослыми. Также у нас есть дополнительные педагоги. У нас есть семь филиалов по городу Уфа. Офигенно. Поэтому мы расширяемся, развиваемся. Как развиваемся как сами, так и развиваем своих учениц и сольную. То есть карьера у нас идёт и групповые номера. Мы выезжаем по различным городам России с нашими ученицами. Это города такие и Москва, и Санкт-Петербург, и Перим, и Самар. То есть их очень множество городов. Поэтому мы с своей сестрой вместе ведём эту студию, работаем как руководители хореографы и ставим концертные номера. Являемся также педагогами Лиги профессионалов, судьями Лиги профессионалов города Москвы. Поэтому мы сами тоже развиваемся и развиваем свою студию. Супер, спасибо. Я знаю, что у тебя есть ещё какой-то онлайн-проект. Расскажи, пожалуйста. Да, у меня ещё есть онлайн-проект. Недавно как раз-таки я запустила его. Именно проект по наставничеству, именно по развитию бизнеса. То есть я хочу помогать людям развивать свой бизнес, но не только балет-данс или танцевальную какую-то сферу, но и любой другой бизнес, какой хотят они развить в себе. Супер, класс. Об этом мы позже ещё поговорим, дорогие зрители. Расскажем вам. Но также мне очень нравится развивать своих учениц и именно людей, кто приходит через танец. Потому что через танец развивается уверенность в себе и раскрывается человек также и в жизни, и в карьере, и в работе. Супер, спасибо. Алия, дорогая, расскажи, пожалуйста, про себя. Меня зовут Азаматова Алия. Я являюсь также руководителем и педагогом студии танцев в Твинс Данс в городе Уфа. Как Айгуль уже сказала, она является самой крупной в нашем городе. У нас очень много учениц, которые участвуют во множестве конкурсов, не только в Уфе, но и по всем городам. Далее хотела бы сказать, что у меня есть сейчас онлайн-проект, который называется «Трансформация через танец», где я раскрываю женщин, моих пока учениц. У меня сейчас есть вот две ученицы, которые зашли на мой проект, с которыми я работаю, и уже вижу результаты. То есть мне нравится раскрывать в женщине именно уверенность в себе через танец непосредственно. А также у нас проходят личные встречи с моими ученицами, где мы занимаемся непосредственно трансформацией личности через танец. Отлично, супер. Я знаю, что у вас очень масштабировалась карьера приглашённых артистов, педагогов и судей на мероприятия. Вот расскажи ещё, пожалуйста, про это. Да, сейчас мы активно ездим на мероприятия. Нас приглашают как приглашённых звёзд, также судей. И мы выступаем на галоконцерте. Вот, получается, в ближайшее время мы в мае поедем. И также у нас в октябре уже запланирован город Новосибирск. Класс, супер. Я думаю, что, дорогие зрители, со мной согласятся, что есть такой очень интересный вопрос, глядя на вас. Каково это иметь, во-первых, в принципе, сестру-близняшку? Это просто вообще у меня мама, на самом деле, сама тоже имеет сестру-близняшку. Но когда вот они были там маленькие и росли, я же не видела, как у них взаимодействие происходит. И они сейчас живут в разных городах, поэтому непонятно. Даже мне суперинтересно. А второй вопрос, я думаю, зрители тоже со мной согласятся. Как это ещё и иметь сестру-близняшку в роли бизнес-партнёра? Вот. Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, вообще, хотелось бы изначально рассказать с детства, да? Да, с детства. Вообще, мы с детства всегда вместе с сестрой, то есть нам всегда было комфортно, мы занимались всегда одними вещами, у нас были общие интересы, и нам было очень вместе, как бы вместе мы могли очень многое сделать. Вот. И с детства мы, получается, и учились вместе в школе, и в институте тоже. В одном институте учились, да? Да, в одном институте. То есть мы дальше занимались также танцами тоже всегда вместе, все у нас интересы совпадали, и мы двигались всегда вместе вперёд. И дальше мы работали в банковской сфере тоже вместе, то есть пошли в эту сферу, и далее начали заниматься танцами именно восточными тоже вместе, и организовали студию тоже вдвоём, да, это наша как бы общая идея, как бы нам комфортно работать вместе, потому что мы друг друга понимаем с полуслова, с полузгляда, вот. Конечно, бывают иногда некоторые нюансы, но как бы мы, в принципе, быстро из них выходим и находим какое-то общее решение, вот, и нам вместе намного, как сказать, проще, интереснее, намного и проще, и интереснее, и мне кажется, мы привлекаем людей, как бы тоже к нам люди идут. Ну, это сто процентов. Да, то есть у нас такое есть как бы качество, то есть к нам люди тянутся, и мы это чувствуем, поэтому мы как бы организовали студию, и к нам люди идут, и дальше мы вот сейчас развиваем нашу и судейскую, да, карьеру, и как бы выступаем на галок-шоу различных, и на конкурсе, возможно, ездим, то есть мы развиваемся и привлекаем больше людей к себе. Я поняла. Так, ну давайте теперь послушаем обратную сторону. Вы не надоели друг другу? В школе вместе, в институте вместе, в банке вместе, в танцах вместе, здесь вместе, ну вот как-то, давайте. Да, ну вообще с детства у нас были такие случаи, ну бывали такие случаи, что иногда бывали, что мы ссоримся, но мы очень быстро миримся, то есть буквально нам там пяти минут хватает, у нас, ну, у них, видимо, друг к другу уже в такой степени привыкаем, и нам не хватает этой энергетики вдвоём, и мы очень быстро всегда миримся, вот, но вообще с детства хотела сказать, что мы всегда, да, привлекали внимание, у нас всегда все и в школе запоминали, что вот близняшки, близняшки, в институте все нас, многие нас знают, даже, может быть, там, лично не знают, но знают, что мы такие вот учились в таком-то университете, в банке работали, у нас очень интересных, очень много интересных историй, как в институте, что вот мы сдавали экзамены бывало, да. Друг за друга, вот, точно то же самое делали мои мамы с тетей, да, они тоже рассказывали. Да, потом мы сдавали на права, то есть так получилось, что по теории там меня допустили, а сестру не допустили, и теорию я сдавалась за себя и за сестру вообще, чтобы мы вместе сдали, чтобы не так по отдельности. Офигеть, реально все вместе. Да, 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 потом в институте у нас было очень тоже много, там, нас многие путали, то есть бывало, что на работе в банке у нас клиенты очень часто путали, и они иногда не понимали, как они в одном филиале одна работают, там, с физическими лицами, или я работала, я с юридическими лицами. Да, я вот сейчас вспомнила, когда только мы с девчонками познакомились, я, ну, много лет назад, лет пять назад вела именно танцевальные марафоны в онлайне, и я помню, у меня было очень большое количество людей там, и я помню, что я там проверяла домашнее задание у каждого, и я помню, что я проверяю домашнее, а мы тогда с вами еще не общались с знакомыми, я проверяю домашнее задание у одной. И потом, понимаешь, что там проходит, там, два дня, я проверяю домашнее задание у этого же человека, ну, типа, листая переписку, понимаешь, что нет, я не проверяла, и мне, я думаю, что это галлюцинация или что, и потом, ну, не сразу до меня дошло, да, я понимаю этих людей, которые, да. Да, у нас просто даже мысли, ну, и манера разговора очень схожая, и мысли у нас одинаковые, потому что вот мама часто рассказывала, что в школе мы приходили к ней, сначала она приходила, рассказывала там свою историю из школы, там, что было, что там, какие интересные истории там были в школе, а потом через какое-то время, говорит, подходит сестра, и то же самое этими же словами, рассказывала то же самое, то, что было в школе, мама говорит, я всегда слушала по два раза, Но я, говорит, никогда не говорила, что я это уже знаю. Офигеть. У нас до сих пор так бывает, да. И мы даже бывают, что у нас сейчас уже разные семьи, мы как бы живём отдельно. И бывает даже в одежде мы, допустим, не договариваемся и приходим в одну одежду. У нас есть одинаковая одежда. И у нас мужья даже говорят, вы что, договорились? Мы такие, нет, мы реально не договаривались. То есть на уровне как бы такой интуиции. А вот, кстати, когда вы разъехались, когда кто первый ушёл? Я, получается, да. И как вот это было? Ну, вообще, да, для нас, конечно, это как бы переживания были. Потому что мы, конечно, находились в одном городе. То есть не куда-то далеко разъехались, да. В одном городе, но всё равно в разных местах жили. То есть в первое время как-то было непривычно. Непривычно, да. Потому что мы привыкли, что мы везде вместе ходим, мы учимся и занимаемся танцами и так далее. А тут вдруг муж какой-то появился. Но у нас не было такой к мужьям, такой ревности, как бы такой не было. То есть мы, в принципе, их приняли сразу. Но потом, когда образовалась уже у меня семья, мы прекрасно вместе общаемся, как бы. Но у нас всегда есть эта связь. То есть когда, допустим, там, рождение детей, что-то такое, какие-то переживания, что-то там, какие-то боли даже бывают. Мы чувствуем друг друга. Чувствуете, да? Реально это есть? Да, реально. Особенно вот был первый раз, когда вот Алия первый раз забеременела, вот у неё первый ребёнок. Я прямо вот в это... Я даже ещё не знала, что вот у неё уже там схватки, что они должны поехать там. То есть это... И я вот это вообще ночью не спала. Вот это прям очень сильно, прям контраст такой у меня был, что прям ощущение, когда вот у неё вот этот момент был, да. Офигеть. Мама с людьми тоже говорят, что есть что-то такое. Да, такое, то есть связь такая между близняшками. Это, ну, сто процентов есть. И поэтому вот что творят эти двое на сцене, это просто потрясающе. Теперь понятно, да, почему. У нас многие говорят, когда мы выходим на сцену, как будто, говорят, какая-то магия происходит. Когда мы именно вдвоём на сцене, да. То есть вот эта вот магия всё-таки какая-то всё-таки есть. Не какая-то, а просто потрясающе. Так, а как у насчёт конкуренции? Ну, за счёт того, что мы, то есть всегда вместе идём по жизни, да, у нас, то есть кто-то, например, если даёт слабинку, то есть вторая тут же подтягивается. И мне кажется, за счёт того, что мы друг к дружке постоянно соперничаем, лидируем то одна, то другая. И мне кажется, и в школе, и в университете, и вот сейчас, мне кажется, мы растём быстрее и вместе как раз-таки. То есть нет такого, что одна там сдаётся и ушла в другую, например, да, сферу. Нет, мы идём как-то рядышком, то одна первая, то другая первая. Ну, потому что мы по характеру оба лидера, то есть нет такого, что... То есть вы бесите друг друга порой, но это типа в пасу. Ну, это как бы, да. Потому что раз-два лидера мы как бы идём вместе. Зато мы развиваемся, и то есть нет такого, что одна там сдалась, а то есть мы идём всё равно в ройпень и подтягиваемся. То есть кто-то, например, слабинку дал, и быстренько подтянулся. То есть нет такого, такая мотивация есть, что нужно двигаться вперёд, есть там на кого тянуться, на кого равняться. Поэтому, мне кажется, за счёт этого тоже есть свои плюсы, своя фишка, что мы идём, развиваемся вместе и как бы идём только вверх, растём. То есть не сдаёмся в этом плане. Это вот на самом деле потрясающе. Тоже зрители немножко ведут в контекст. Я вот, например, такой человек, я вот так сомнительно отношусь к бизнесу с родственниками, с друзьями. То есть я вот так. Девчонки, когда ещё в самое первое наставничество ко мне зашли, тогда я занималась тем, что помогала именно студию развивать, я так, ну, у меня вот были вот эти вот, думаю, боже мой, две сестры. Типа что же там меня ждёт в этом? Хотя я знала, что вы классные, адекватные, думаю, всё равно это такое дело. Но поработав с вами, я поняла, что действительно вы какой-то такой уникальный вариант, что вот, ну, потому что обычно это кончается плохо, бизнес. Но мы просто друг друга дополняем, и поэтому в некоторых моментах как-то мы, допустим, кто-то одна... Разделяемся, да. Да, допустим, разделяем какие-то моменты и дополняем друг друга. То есть кто-то одна что-то, допустим, одно делает, кто-то другая, другое. Нам так проще, да. То есть мы, да, и у нас получается такая как бы общая картина, так скажем. Офигенно. Нам так же, ну, комфортно так, комфортно, в принципе, находиться и работать вместе тоже. Класс. А расскажите, как вообще, в принципе, вы пришли в восточный танец? Вообще мы с самого детства занимались танцами. То есть это было и в садике, и в школе мы всегда были на сцене. То есть мы всегда стихи рассказывали, танцевали. В центре внимания, в общем-то. То есть мы всегда, хотя мы были очень высокими, ну, как бы с самого детства, да, обычно высокие же сзади где-то стоят, да, то есть мы всегда были на первых рядах. Вот, потом в школе нас пригласили в ансамбль, мы занимались, попали по отбору, причём там был такой очень строгий отбор. Там брали только до 10 лет, там, 7-8, а нам было на тот момент уже 9-10. И вот нас отобрали в народный ансамбль «Браво» такой у нас в Уфье, это уже очень популярный, профессиональный, именно детский он. Вот нас туда отобрали, мы сразу же через год поехали уже на фестиваль в Польшу мы были, потом были в Италии, во Францию были. То есть мы ездили на фестивали. А в каком это возрасте? Это было где-то с 10 лет. Ну, где-то с 10 лет, ну, где-то плюс-минус 1-12. До 4, ты без родителей? Да. Да, мы сами ездили уже. Да, то есть у нас коллектив был. Мы ещё были там одни из старших, мы ещё там смотрели за младшими, то есть у нас такое ещё ответственное было задание. То есть через год мы уже поехали вот в Польшу, первая у нас была поездка на автобусе, и для нас специально, вот, руководитель нашего ансамбля, да, там был муж с женой, поставили танец, который называется «Близнецы», башкирский танец наш национальный, да, да, да. То есть для нас специально, вот мы его везде, в принципе, куда ездили, танцевали всегда. Всегда очень нравился, и у нас такие воспоминания, ну, от детства таком, да, что мы очень, ну, танцевали, ездили, очень много таких вот положительных, мы очень много видели, у нас папа с мамой всегда говорили, и они прям были за, чтобы мы куда-то ехали. Раньше как бы не было такой особой возможности, но они находили деньги, возможности и средства, чтобы мы видели не только, как живут, ну, то есть в нашем городе, чтобы мы видели, как живут люди в мире, в другом, в других странах. Это правда. Для них это было важно, да, на самом деле, они вот там, мы же были дети ещё, да, в это время, и для нас это было, естественно, там, мы поедем и всё, да. А для родителей, конечно, было это финансово затратно, естественно, мы тогда этого, конечно, не понимали, да, эти нюансы, но они вот как, ну, потом уже нам после рассказывали, что они реально как бы находили эти финансы для того, чтобы отправить нас за границ, чтобы мы увидели, как вообще люди живут другим, ну, в другом мире, в других странах, вот, видели, как можно красиво жить, как бы, да, какая там другая страна, то есть чтобы мы это всё видели и к этому красивому как бы приучались. Мы пришли, да, 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 и видели эту красоту. Да-да, это правда, да, ну, сейчас мы это понимаем, раньше, конечно, тогда мы были, конечно, да, тогда, естественно, мы сели и поехали в автобус, да, для нас, конечно, это было огромное счастье, да, мы там очень много эмоций получили, но финансовый вопрос, естественно, мы как бы тогда не понимали, конечно, до конца. Вот, а дальше в университете мы попали в сборную по спортивной аэробике, мы занимались, нас отобрали туда тоже мы, то есть за университет выступали, такой силовой такой, ну, вид спорта, так скажем, да, пять лет занимались, и потом где-то на третьем-четвертом курсе мы участвовали, у нас конкурс близнецов в Уфе проходил. Вау. Да, один, буквально там, ну, очень мало. Ну, один раз мы участвовали, да, и там пригласили нас вот как раз-таки в состав, у нас как раз только-только появлялись сочные танцы в Уфе, тогда нас пригласили в шоу-балет, вот, вот именно, и там танцевали мои восточные танцы, и там какие-то эстрадные, и латину, то есть вот в таком формате. Я помню, что Алия не сразу хотела помнить те, она так и говорила, так, может, не пойдём на отбор, а говорю, нет, так, пошли-пошли. Ну, тогда просто шоу-балет эти только начинались, и мы ещё не знали, как отнесутся к этому родители, потому что у нас как бы, ну, и папа такой достаточно строгий. То есть мы вот в этом... А это сколько лет вам было? Это было, так, в институте, получается... На третьем курсе? Где-то 20-21, да. 19, наверное, где-то, например. Вот, то есть вот мы как раз-таки, вот этот там такой бум пошёл востока, и прямо во всех, ну, на всех мероприятиях мы выступали, то есть именно восточные, там, другие танцы, и как раз-таки начали развиваться, а потом чуть позже у нас вот коллектив, где мы занимались, переехал уже в большой дворец культуры, такой очень главный такой у нас в Уфе большой. Да, коллектив называется «Дива». Да, «Дива». То есть и там уже мы танцевали, уже начали на сцене, на всех мероприятиях городских выступать, то есть мы стали солистками этого ансамбля «Заёмся строй», то есть танцевали все главные партии, сольные партии, то есть там уже прям восток был прям вот такой, ну, очень популярен, и как-то так втянулись, нам очень понравилось, то есть эти танцы, то есть, ну, они красивые. И как банковское дело-то подвинулось? Ну, вообще мы параллельно работали в то время, да, занимались банковским делом, так скажем, да, и вечером шли на репетиции, там, выходные и так далее, и выступления постоянно, у нас были выступления по городу, да, и выступали за городом, то есть мы совмещали просто в данный момент, вот. А вот как переход произошёл, когда всё-таки банковское дело ушло? Переход произошёл вот у меня после, получается, когда я сидела в декрете с первым ребёнком, то есть три годика было, и как раз-таки был кризис банковской сферы. Это бывает? Да, 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 был кризис, вот, то есть начали банки мелкие закрываться, остались только крупные банки на рынке, и то есть на тот момент просто, получается, я как бы уволилась, а ли я в тот момент работала, да, ещё или нет? Да, работала. Да, 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 начать попозже. Ну, это период просто был, он как бы не как-то срок, Ну, нужно было либо выходить в какую-то другую организацию, что-то есть, другое искать, но у меня просто такая мысль, я вообще летела в самолёте, если честно, когда у меня мысль возникла, с папой, помню, летели мы, то ли с Турц, то ли откуда-то там, с родителями. Я с ним на эту тему как раз-таки разговаривала, я говорила, пап, вот у меня такая идея есть, да, вот я говорю, с сестрой разговаривала, и хочу открыть студию, то есть не просто, да, то есть хочется... А тогда вы ещё не преподавали? Нет, нет, не преподавали. Мы были сами в студии, получается. Да, это я поняла. Вот, и он такой говорит, ну, а что, почему бы и нет? Говорит, попробуйте, почему, если вот вам понравится. И потом я ещё с мужем по-моему разговаривала, мне тоже он тот меня поддержал, то есть вот эта вот поддержка со стороны какой-то толчок такой дала, потому что мы ещё сомневались всё равно. Да, когда я была ещё беременна. А, да, я была беременна, поэтому... Старым ребёнком у меня такой огромный-огромный живот. Да, 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 то есть мы открывались... Не помню никогда. Да, мы открывались 2 сентября, и она как раз-таки там какого-то? Как раз через 3 дня я... Через 4 дня я родила второго ребёнка. Офигеть. Вот, то есть вот у нас как бы такое было на стыке, и вот мы просто вот, ну, просто, получается, решили, да, и пошли, и всё, и начали уже заниматься, то есть искать там помещения, рекламу. Кстати, когда вот интересно думали над названием, да, сначала вроде как искали там такие восточные какие-то, жасмин там и так далее, и мне вот муж даже мой говорит, да, а что, почему вы не твинс-данс? Вы же как бы, ну, вот, двойняшки, вам нужно с этим что-то придумать, ну, как бы твинс, это же двойняшки, да, на английском языке с переводом. Вот, поэтому он такой, и мы таки начали думать, и вот решили, что твинс-данс, да, такая как бы, ну, яркое название. То есть муж придумал. Ну, он такой говорит, а почему вы с близняшками не свяжете, типа, что-нибудь с твинс там? Ну, это очень грамотный такой приём. И мы таки подумали, реально, как бы, такого нету, да, и у нас в городе тем более, как бы, нет. И все нас, ну, многие знают, как именно близняшек вдвоём, и как бы нам такая визитная карточка наше, так скажем, название, поэтому как-то оно так, ну, хорошо нам подошло. И как вот из этого теперь стала самая крупная студия в школе, в школе, в Уфе? Ну, мы постепенно, то есть мы набирали, у нас начали мы самых маленьких детей сначала малышей набирали, дальше мы набирали уже взрослых, да, то есть у нас постепенно с каждым годом контингент всё больше и больше. Тут работала и сарафан на радио, да, то есть изначально. Ну, разные, да. Да, и потом уже пошла реклама, то есть мы начали вкладываться в рекламу, то есть постепенно набираем, и нас сейчас уже многие знают по Уфе, и знают, ну, и хотят к нам идти, то есть они видят, что наш коллектив выступает на конкурсах, да, там, на фестивалях. Да, то есть у нас... Ну, нас видно всё равно. Да, развивается у нас не только коллективное, то есть развитие, у нас идёт ещё сольное, то есть мы занимаемся очень много сольными ученицами, кто едет на конкурсах и занимает призовые места. То есть, естественно, поэтому родители все хотят увидеть своего ребёнка на сцене, не только в группе, там, где-то в толпе, но и как бы как, ну, одну, да, то есть в сольном исполнении. Поэтому родители заинтересованы, и поэтому вкладываются в ребёнка, да, и в развитие. Сейчас люди, как бы, ну, все родители в основном стараются как можно больше вложить в ребёнка. Поэтому у нас уже знают, и поэтому к нам уже идут. То есть даже и в концертный состав мы отбираем уже девочек, то есть не всех подряд берём, да, и поэтому нас как бы увеличивает коллектив, и мы вывозим тоже и детей, и взрослых, и там, и подростков. То есть у нас в составах несколько, которых мы вывозим, и поэтому у нас как бы студия разрастает, так скажем. Ну, потом мы филиал начали открывать, да, по городу, у нас у нас 7 филиалов сейчас, и начали набирать педагогов тоже, чтобы они у нас... Ну, потому что мы сами уже не справлялись с таким количеством групп, начали уже педагогов набирать. И сейчас у нас есть ещё направление не только восточные танцы, но, допустим, кейк-поп, там сейчас популярные, да, современные танцы. То есть мы как бы другие направления стали тоже изучать, и как бы набирать на дополнительные как бы группы другие направления. Ну, для педагогов. Да, для педагогов. Ну, а как вот ты думаешь, почему именно к вам-то вот идут люди? Ну, много кто возит людей по конкурсам, почему именно к вам? Ну, ты знаешь, мне кажется, основная наша фишка, что мы вдвоём, что нас как бы видно, что нас знают. То есть нас в городе, в принципе, ну, очень многие знают, как вдвоём, как двойняшки. То есть все знают, что мы танцуем, да, вот, и видят, смотрят на нас, на нашу как бы деятельность, потому что мы всегда на сцене, то есть все нас знают на сцене. То есть на большой сцене, на всех возможных мероприятиях, выступлениях. Что вы как пример такой, да? Да, да, то есть какой-то вот... Сравняют. Какой-то, да, какой-то пример, какой-то эталон для них, то есть красоты и женственности. Вот. Да, конечно, все идут на педагога. То есть и дети, и взрослые, в первую очередь, смотрят, какой педагог. И мы стараемся, во-первых, наша фишка с нашей студии в том, что мы вообще берём всех детей. То есть мы стараемся в каждом ребёнке найти какую-то свою уникальную изюминку, которую она... То есть в каждом ребёнке, да, даже смотришь, когда приходят в группу, да, там 10 человек, например, да, а когда начинаешь с ними заниматься сольно, каждый раскрывается по-своему. То есть мы стараемся раскрыть в каждом какой-то свой потенциал, свой талант. Вот. И мы стараемся прям каждому очень внимательно относиться, особенно к деткам. Поэтому, мне кажется, вот эта вот теплота, доброта, вот эта вот... То есть у нас группа говорит... Вот я тоже хотела сказать, что он вас прям этим веет. Просто я у девчонок была, ну, скажем так, в гостях на их мероприятии в Уфе, и вот эта теплота, доброта, любовь очень сильно почувствовалась, то, как вы нас там встретили, как принимали свои шоу. Знаешь, нам просто приятно как бы делать какие-то, ну, приятные вещи, так скажем, для людей, да. Может быть, мы от этого какое-то получаем удовлетворение, что ли, какое-то. То есть нам самим это даже приятнее, может быть, делать, чем принимать иногда. Это очень чувствуется. Я думаю, что вот поэтому. Такой индивидуальный подход к ученицам, да, как я бы сказала уже. Вот. И мы как бы смотрим, что видим в каждой ученице какие-то особенности свои, да, какие-то подходы ищем каждому. Не так, что мы там под одну все там ровняем, а именно как бы конкретно каждому отдельный такой подход. Даже вот постановки, когда мы ставим, то есть мы стараемся не просто вот стандарт, там, такой вот танец, такой вот танец, мы стараемся подбирать прямо по характеру, да, то есть ребёнку там или взрослым, чтобы понравился этот танец, не просто вот тебе такой-то танец, тебе такой-то всё учи, да. То есть мы стараемся, чтобы им нравилось, чтобы они от этого тоже получали удовольствие, от этого как бы кайфовали, то есть да, и на сцене, потому что совсем другая будет подача, если они сами в этом танце живут, и им это нравится. И мы стараемся вот подобрать прямо каждому образ, то есть свой образ. Мне вот сейчас такая мысль в голову пришла, что, возможно, вот ваше вот такое вот классное отношение к людям, которое реально чувствуется, в том числе, наверное, обусловлено на то, что у вас двое, и что вот как бы вы друг друга вот это чувствуете, вот такое вот, ну вот это вот, что, короче, ну, не одна вот по жизни, а вот есть всегда человек второй, которого ты чувствуешь, о котором ты там, ну, даже когда он рожает, ты чувствуешь это. И как бы за счет этого вот такое классное отношение и к другим людям, вот что, ну, нет этого, ну, такого, всё мне, всё мне, а вот, мне кажется, вот это, да? Ну, это тоже, да, то есть мы всегда вдвоём были, поэтому всегда делились друг другом, так скажем, всем сокровенным, поэтому нам, видимо, хочется, да, хочется, видимо, вот этого теплого, заботы дать людям, которые нас окружают, ну, и притягивать людей, конечно, тоже такие же с такой тёплой энергией, так скажем, хорошей, да. Друзья, так как я уже сказала, что девчонки у меня в наставничестве, хочу поделиться таким вот очень классным ощущением с Айюль. Я как наставник такую интересную трансформацию пережила. Мы очень много работаем с видением, и когда у нас, ну, в очередной раз была работа на эту тему, Айюль такое уверенное заявление сделала на 5 миллионов рублей, и меня это так впечатлило, потому что раньше, ну, я не замечала таких, ну, вот такой уверенной, уверенного такого ощущения себя в роли такого, ну, серьёзного миллионера. Я хочу вот сейчас попросить тебя, чтобы ты поделилась вот своим видением, то, как ты вот это проживал, этот процесс, когда мы работали с видением. Вот, поделись, пожалуйста, потому что это много, ну, как бы, значит, в жизни людей, и вот нашим зрителям это будет полезно, как вот у тебя это происходило. Ну, у меня, видимо, оно как-то шло-шло, вот именно в тот, видимо, день, когда было у нас такое задание, да, был у нас зум, как-то просто открылось оно само. Даже я сама, если честно, не поняла. У меня бывают иногда такие моменты, когда вот как озарение такое приходит, да, это как вот бывает же, вдохновение приходит, озарение приходит, да, то есть видение того, чем я хочу заниматься дальше и как я себя вижу дальше, да, потому что масштабное видение, на самом деле, такой вопрос очень глобальный, и вот сейчас я провожу разборы, да, сейчас чуть позже об этом расскажу, и на самом деле люди, очень многие, большинство, не задумываются об этом, то есть они живут сегодняшним днём, сегодняшней, там, работой, там, заботой о детях, семье, и даже не знают и не думают, что у них ещё жизнь, оказывается, есть, ещё лет сорок впереди. Да, что же у них будет там завтра, что же у них будет через год, и о них прям начинаешь, ну, когда же спрашивать у них, и у них прям ступор, например, спрашиваешь через год, как ты себя видишь? Ну, и всё, и у них они, то есть они даже не думают и не мыслят, а на самом деле это очень важно, то есть видеть себя через два, через три, через пять, но и также через десять лет, и мне кажется, когда начинаешь глобально мыслить, у тебя совсем по-другому происходит, жизнь, трансформации и цели меняются, то есть когда у тебя маленькие цели, у тебя маленькие действия, и ты их не замечаешь, они рутину превращаются, и всё, а когда у тебя какие-то глобальные, а глобальные мысли, глобальные цели, у тебя и всё это масштабируется, увеличивается в размерах, то есть и мне кажется, ты быстрее придёшь к этим целям, чем какие-то мелкие, потратишь много времени на какие-то мелкие цели, и будешь их там складывать, складывать, хотя глобальные цели так и не достигнешь. Офигеть, как мне нравится, это осуждают мои ученицы просто, это отдельный кайф заслужить, просто супер. Вот, поэтому я сейчас вот, у меня онлайн-проект, я хочу вообще собрать в ближайшее время команду, мне очень интересно работать в команде, именно собрать девочек, да, кого интересует именно масштабное такое видение на и достижение этих целей, я хочу помогать людям, то есть мне хочется, чтобы они ставили цели, да, на какой-то промежуток времени, и шли к ним, но, естественно, помогая им какие-то, давая им какие-то инструменты, да, направляя их, подсказывая, подсвечивая им какие-то нюансы, в том числе и в развитии бизнеса, и в уверенности в себе, да, то есть я вижу себя как такой, как сказать, лучик света, у меня не зря переводится имя, как Айгуля луч, да, как бы луч света, да, то есть и хочется направлять людей, да, давать им какие-то, вести их за собой, и чтобы они достигали не только каких-то таких вот, ну, своего удовлетворения, также достигали свои цели в бизнесе, в деньгах, в карьере, в развитии, но в первую очередь... То есть ты сама как человек вот этот вкусивший, да, что можно быть крутым, можно иметь семь филиалов по городу, и всё такое, хочешь теперь это продолжать, потому что это другая жизнь совсем. Да, да, я хочу вот помогать людям, потому что вот общаясь сейчас так же, ну, с людьми, я понимаю, что они, многие, может быть, и хотят, может быть, и знают, что они хотят, но они, у них очень много страхов, они очень не знают, с чего начать, им нужен какой-то человек, наставник, вот как ты для меня, который будет говорить так, так всё, идём туда, не думаем, не боимся, убираем страхи, и всё, и двигаемся дальше, то есть, ну, на самом деле я вот вижу себя так, пока сейчас я, ну, общаюсь с людьми, провожу разборы, бесплатные разборы провожу, поэтому обращайтесь, дальше я хочу набрать именно команду, и уже по целям, да, по целям набрать себе команду, и вести их уже по задачам, по определённым целям, по программе, то есть хочу построить именно такой план себе, именно в группе хочу работать, именно с группой, Класс, давай позовём наших дорогих зрителей к тебе на разбор, и расскажи, как проходит. Да, поэтому, как проходит разбор, да, я провожу трансформационный разбор, бесплатно, где-то по времени час-полтора, мы проводим, разговариваем о том, что сейчас у вас в жизни, что вы хотите изменить, да, какие вы цели, какие у вас планы, да, и как достигнуть главной этих целей, то есть самое главное как, и тем самым, если человек поймёт, да, как раз-таки в процессе разбора, что он хочет, какие цели ставит, он как раз-таки поймёт, куда двигаться, да, и я ему в этом помогу. Супер, классно. Дорогие друзья, мы оставим ссылки на Айюль под этим видео, пишите ей в личку, в любых мессенджерах, да, я так понимаю, и записывайтесь на разбор, это будет суперполезно, у человека всё-таки семь филиалов в городе, в таком огромном, да, при огромной конкуренции, в эфи очень много сильных коллективов, держаться в топе, это, ну, есть чему поучиться этого человека. Скажи, пожалуйста, есть ли что-то такое интересное, что ты можешь порекомендовать нашим зрителям, какой-то лайфхак выдать, вот как вот ты сама пришла к таким классным результатам, поделись чем-нибудь, что вот прям может в моменте можно применить? Вообще, в последнее время, да, у нас как бы такой мир, что очень много, во-первых, информации очень много, и очень много таких факторов, которые иногда бывают, как сбивают человека, да, очень много негатива бывает со стороны, и в последнее время я заметила, что у меня, как сказать, стараться по жизни, не реагировать так резко, на какие-то вот негативные высказывания, негативные какие-то, какую-то информацию с ТВ. Забить, короче. Да, с ТВ, то есть бывает иногда, что даже бывает, кто-то хочет там тебе испортить настроение, да, и я стараюсь вот воспринимать всё это спокойнее, и мне это очень помогает. На самом деле в последнее время, да, я даже своим ученицам, кто ко мне приходит, я говорю так, успокоились, я говорю, выдохнули, то есть не реагировать так вот прям резко на какое-то вот извнение, так скажем, как вот, не знаю, как вот такой в колбу такой превратиться. Да, и когда начинаешь, даже человек, который на тебя там что-то начинает, кричит там, или что-то, какой-то негатив сказывает, ты ему начинаешь спокойно что-то говорить, он сразу же переключается, то есть он не может в ответ на спокойную какую-то речь крикнуть на тебя. Ну, ни один человек такого у меня не было, то есть, и вот они тоже успокаиваются, и то есть такая аура, атмосфера становится, и в этой атмосфере намного проще работать, да, просто жить, существовать, то есть жизнь становится такая более спокойная, в кайф, не тратятся какие-то лишние нервы, какие-то вот потусторонние, непонятные там, да, эти негативы, ты тратишь уже эту энергетику уже на себя, на свою семью, да, на своих учениц. То есть успокоиться самой, и тогда успокоится мир вокруг тебя. Да, это вот сто процентов. Офигенная рекомендация. Да, да. Спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, с Алией я тоже прожила очень интересную трансформацию, как наставник. У нас был зум, когда мы разбирали, что мешает, какие-то вот эти вот моменты, и мы с Алией нарыли одну интересную штуку, и после того, как мы её нарыли, я даже немножко поплакала, чего я никогда не видела за большое количество работ, и никогда не думала, что ну вот так вот получится, но вот так вот выходила эта негативная программа, и как потом всё изменилось, и как это потом ещё и привело к тому, что ты пошла в это, и людям помогать с этим. Вот расскажи, пожалуйста, как вот ты это прожила, да, вот эту историю. Ну вот начнём с этого. На самом деле я от себя тоже в тот момент не ожидала, что такая у меня будет реакция, что у меня будут слёзы. Что начиналось вообще лайтово. Да, то есть в принципе у меня такое было хорошее настроение, да, то есть такая положительная энергия, так скажем. Но именно в тот момент, когда я начала задавать вопросы, да, и когда я начала на них отвечать, вот так вот в тупик, может быть, какие-то вопросы меня обладили, вот у меня такие эмоции вызвало это. Я в данный момент, ну как бы в этот момент именно поняла, что на самом деле, да, то есть именно вот это вот самоценности, да, у меня и как бы не хватает, да, самоценности себя, уверенности в себе. Я вот, видимо, в этот момент это осознала, и для меня какое-то такое открытие произошло, да, какой-то взгляд со стороны совсем другой, вот. И я на самом деле поняла, что мне надо двигаться, и, вернее, я поняла, что мне нужно для этого делать, да. Спасибо тебе за это, Ангелина. Это всё благодаря тебе, потому что всё-таки, когда ты сам, о чём ты думаешь, да, ты как-то это, какие-то моменты просто не ощущаешь, что ли, а когда тебе кто-то со стороны это говорит, или задаёт какие-то вопросы такие, да, то это совсем по-другому, поэтому вот это слово наставничество, да, конечно, очень важно, и на самом деле очень многим людям он нужен. Просто люди об этом не знают, и как бы, ну, не догадываются, да, что такой человек на самом деле может помочь во многих вещах. Вот, поэтому я, конечно, ни капли не жалею, что мы к тебе попали, да, что... И бесконечно дальше захочешься. Мы, да, каждый раз идём с тобой дальше, и дальше развиваемся, вот. И вот что хотела сказать, вот эта уверенность, неуверенность в себе, да, она у меня, наверное, появилась после родов, да, и, наверное, может быть, у многих женщин она есть, да, это неуверенность в себе в том, что там фигура, что ты какое-то время в декрете находишься, да, там с ребёнком как-то, изолируешься от всего, как сказать, от всей такой жизни, да, обычной, которая у тебя была. Немножко с собой рассоединяешься. да, вот это вот именно рассоединение с собой, как ты правильно сказала, да, то есть это, мне кажется, у многих есть, не только у меня, вот, и вот, когда у меня потом вот это всё произошло, вот эта трансформация во мне, и вот это высоединение, высоединение с самой собой, да, у меня даже другое ощущение, то есть у меня даже... голос поменялось, то есть какое-то такое восприятие голос, да, и общение, как-то я сама даже с собой начала наблюдать, что я совсем по-другому уже разговариваю, да, и себя ощущаю, самое важное, да, что совсем, совсем иначе. Вот, дорогие друзья, тоже вам подсвечу такой момент, я, ну, в процессе разговора с Алиёй там выясняли, почему она там не идёт, условно, там в масштаб, не буду сейчас даваться такие подробности, но вот момент, я помню прям, когда у неё всё расщёлкнулось, я задала ей один вопрос, а как ты относишься к себе? Просто задайте себе этот вопрос, и возможно, вот такая же вот у вас будет реакция, но Алия говорит, ну, как, ну, хорошо, я отношусь к себе, ну, нормально отношусь к себе. Всё, и мы начали раскручивать эту тему, и выяснили, что, ну, как бы, есть определённые нюансы, поэтому вот этот вопрос, прям задайте себе, вот, как вы к себе относитесь, и прямо, как можно больше, ну, опишите вот это вот ваше отношение к себе, и посмотрите, что там на самом деле есть, это вот такая очень классная, как оказалась практика. Ну, лучше, конечно, когда к вам кто-то этот вопрос задаёт. Ну, да, это лучше, и на самом деле это достаточно сложно, ну, по крайней мере, для меня это было достаточно сложно, и в тот момент я как раз поняла, что я очень много делаю для других людей, а для себя, как бы, да, как бы сама на втором плане остаюсь, то есть мои желания, какие-то мои мечты, как-то задвигаются куда-то в долгий ящик, да, и я думаю о других, чтобы там ему было хорошо, им было хорошо, то есть, но только не себе самой. Да, это такая очень популярная тема. Да, я думаю, что это как бы у многих есть, поэтому, и я вот считаю, что, конечно же, связываюсь с тем, что вот мой новый проект, и я хочу помогать людям, именно, как бы, раскрываться самим, да, то есть не закрываться какими-то чужими вопросами, проблемами и так далее, какими-то бытовыми делами, а прям сесть и вот подумать про себя, да, то есть о самоценности себя, уверенности в себе и так далее. И просто так круто у нас вот с Алией, этот проект тоже развернулся, что прям, Алия мне пишет такими сообщениями, Ангелита, люди покупают просто, просто, и персональные чайки, это так круто, что люди вот настолько поддержали эту твою идею, что просто вот с большим удовольствием идут. И ты говоришь, что у вас там очень круто все происходит. Ну да, у меня сейчас вот две ученицы, да, они, конечно, меня до этого знали уже, да, вот, но они прямо, можно сказать, сразу согласились на мой проект, вот, и я тоже видела, в принципе, в них потенциал, да, и видела, что я могу их поменять, я могу их изменить в лучшую сторону, и вот эта вот уверенность в себе, самоценность, и вообще улучшить их мир, да, их вот, как сказать, ощущение вообще себя в этом мире. Как я понимаю, что вы там и танцуете, и у вас происходят трансформационные беседы, правильно? да, то есть у нас, у меня в проекте трансформация через танец, то есть и танцевальные уроки индивидуальные, мы занимаемся танцами, ставим постановки, даже одна из учениц у меня участвовала уже в конкурсе, недавно в Уфе проходила, заняла тоже призовые места, то есть мы занимаемся и образом восточным, и костюмом, да, и постановкой, и индивидуальные занятия, то есть и дополнительно еще трансформационные встречи. Встречи вживую или в онлайн формате? Или так и так можно? Вообще и так и так можно, да, но поскольку девочки находятся в Уфе, как бы я с ними встречаюсь вживую, потому что вживую, ну, я думаю, что тоже как бы очень... Ну, класс, конечно. Здесь такая возможность. Потому что онлайн тоже практикую, да, но, как правило, вживую, потому что они находятся в этом же городе. А если человек не танцевал раньше, ему можно зайти к тебе в этот проект? Да, конечно. То есть с нуля берем? Да, с нуля тоже можно, потому что вот восточные танцы, они раскрывают эту уверенность в себе, и свою подачу, и женственность, то есть это полезно любой женщине, вот, и для здоровья в том числе тоже, и для, собственно, ощущения вот этого, да, на сцену выйти, то есть у меня, кстати, вторая чтенис тоже сейчас мы с Ольей на номер ставим, она тоже впервые выйдет одна на большую сцену, то есть для неё это тоже такой прорыв, да, вот, поэтому это такое очень огромное ощущение счастья, мне кажется. Конечно, да, конечно. Быти на сцене в красивом костюме, там, с макияжем и так далее, то есть это особое такое значение имеет. Класс. Я так понимаю, что к тебе тоже на разбор можно попасть, давай позовём наших зрителей, расскажи, что там будет происходить и как попасть. Уважаемые зрители, я бы хотела вас позвать на разборы, сейчас я провожу их бесплатно, в онлайн формате, либо вживую можно, разбор проходит около полутора часов, на этом разборе мы выявим ваши затыки, что вам мешает быть уверенным в себе, увеличить вашу самоценность, стать более женственной, и мы разберём план, что с этим делать, и как дальше работать. Класс, супер. Дорогие зрители, также мы оставим на Алию все ссылочки, можно будет написать в директ, либо в других мессенджерах, и записаться на такой классный разбор, не упустить эту возможность. Алия, я тебя тоже попрошу, поделись чем-нибудь таким классным с нашими зрителями, что тебе помогает, вот с этой уверенностью, с женственностью, то есть чем-нибудь, вот такой коротенький лайфхак, который прям можно применить. Ну вот ты знаешь, у меня вот пришла недавно ученица, да, и вот у неё в этот момент произошла такая ситуация неприятная, и она была такая вся прям эмоционально опустошённая, то есть её всё бесило, да, грубо говоря, такая всё раздражало, она такая пришла, у меня всё плохо там, вот то-то там, то-то просто мне как бы рассказывает, я вот говорю, я говорю, всё, сядь, успокойся, и говорю, пойми, кто для тебя важнее, вот эти все люди, которые тебе там что-то сделали, что-то сказали там плохое, и от которых у тебя, например, изменилось там настроение и так далее, ты начала нервничать, или, говорю, ты сама. Она говорит, ну я сама. Я говорю, ну вот видишь, я говорю, кроме тебя, как бы, о тебе никто не позаботится, то есть никто о тебе не подумает, о твоём здоровье, там, ну, естественно, родители, понятно, нас беспокоятся о нашем здоровье, да, но если ты о себе не подумаешь сама, никто тебе не подумает и не позаботится. Если ты чего-то хочешь, иди и делай. Офигенно. То есть она такая, ну, да, да, надо вот. Я говорю, никто, кроме тебя, это не сделает за тебя, это точно никто не сделает. Даже если кто-то будет рядом, подсказывать, но делать должен сам человек. Офигенно. Вот как круто, что у вас хоть разные, да, разные сферы, но лайфхак один. Типа, всё начинается с тебя. И да, мои дорогие зрители, я могу прям подписаться под этим полностью. Реально, если вы что-то хотите изменить в своём настроении, состоянии, окружении, отношения хоть с кем, в деньгах и так далее, ну, начинается всё с вас. Это прям стопудово. Спасибо большое, прям класс. Прям очень круто. Девчонки, ну так как вот затронули сейчас тему вот какого-то такого негативной истории откуда-то из вне, и как типа с этим работать. Буквально недавно у меня произошла такая ситуация. Я словила такой вообще очень крутой хейт, прям масштабный, не знаю, видели вы или нет. Да, да, да. В общем, у нас есть в индустрии восточного танца там определённые паблики, в которых мы выкладываем рекламу, общаются там люди и так далее. У меня был недавно тренинг, на котором я рассказывала, как я за полтора месяца заработала 4 миллиона рублей. И, собственно, так он и назывался. И людей настолько сильно зацепило вот это вот всё, что там просто понеслась невероятная лавина, ну, говнища, скажем так. Я, как человек, который не читает, у меня даже команда туда выкладывает информацию, я просто пишу посты там, всё такое, а информацию уже выкладывает команда. Но мне потом как бы с хрены-то летят. То есть люди злятся, пишут мне, вот, Ангелина, смотри, что там про тебя пишут, т-т-т, ну, как бы. Вот. Я вот хочу ваше отношение, я выскажу своё отношение к этому, и хочу вот ваше отношение к этому узнать. Тойгель, давай начнём с тебя. Как вот ты относишься к хейту? Раньше я относилась к нему очень так, как сказать, всегда очень реагировала. То есть мне было обидно, да. То есть до некоторого времени я прям, для меня было очень важно мнение окружающих. То есть что обо мне подумают. Вот. Сейчас я уже отошла немножко от этого, благодаря Ангелине. Вот. Я уже, да, то есть более спокойно к этому отношусь. То есть и вообще я считаю, что негатив, который идёт от людей, да, он приносит вред только этому человеку, который этот негатив выливает. То есть если на него не реагировать, он на тебя никак не подействует. Я так считаю. То есть даже если, например, сама злишься, да, я считаю, что он только приносит себе же, да, себе же боль, себе же какой-то этот негатив, так скажем, да. Вот. А просто не реагировать, я считаю, да. То есть, ну, это как бы их дело, это их мнение, это тоже люди, у них может быть... Я вообще считаю, что если человек какой-то с негативом, значит, у него какие-то проблемы у самого себя. Сто процентов. Потому что это либо на работе, либо в жизни, либо в семье, либо ещё что-то, потому что человек, который счастлив, в котором всё хорошо, он не будет никогда на кого-то какой-то негатив выливать. Вот ты прямо отобрала у меня мою фразу. Да, это реально прям подписываюсь. Вообще такое мнение, да. Такое мнение у меня. Алия, ты что скажешь по этому поводу? Я согласна, Сайгуль, да. В принципе, люди, мне кажется, которые пишут, они, наверное, пишут не от хорошей жизни. Да, однозначно. Потому что реально вот этот негатив нужно ещё написать, не просто там сказать или что. То есть это надо там... Обычно пишут такие длинные посты, да, как правило. Да, там говорят, что чуть ли не видео какие-то снимали. Не просто там два слова, да. То есть они на это очень много времени убивают, так скажем, своего... Которого у нас нет. Своего личного времени, да. Поэтому это, конечно, связано с тем, что, естественно, у них что-то в жизни там происходит, какие-то ситуации. Ну, поэтому этих людей просто надо отпускать, как бы, ну, у них в этот момент такая ситуация. Поэтому они так реагируют на это. Ну, а ты сама вот как на хейт реагируешь? Ну, я вот раньше, например, тоже очень сильно к этому, как сказать, относилась прям близко к сердцу, принимала такие моменты, комментарии там и так далее. Ну, всё это везде же, может быть, да. Вот. И... Ну, мне тоже было важно мнение окружающих, да. Ну, может быть, у нас воспитание такое ещё как-то, да, раньше было, что всё равно смотрят на... Что там скажут люди там и так далее, да. Ну, это всегда так было. Сейчас моё мнение поменялось, да, и я считаю, что у каждого человека может быть своё мнение, и не обязательно оно совпадает с твоим. То есть к этому надо просто спокойнее относиться, да. И каждый идёт своей дорогой, вот и всё. Офигенно. У каждого своя дорога. Тоже вам, дорогие зрители, подсвечу такой момент. Так как я достаточно много работаю с людьми, и часто мои девчонки, так как я прошу их открываться в контенте, писать какие-то личные вещи, показывать свой путь, трансформацию. То есть у нас, ну, такая парадигма именно такого откровенного контента. И часто девчонки боятся, как-то переживают, что кто-то там скажет, вот это всё. И я всегда говорю, что хейтеры — это самые несчастные люди в мире, вот на самом деле. Что человек, у которого есть вообще время, силы и энергия на то, чтобы ходить на просторах интернета, что выискивать и писать. Ну, то есть реально человек такой суперсчастливый, который идёт по улице, такой ест мороженое, волосы развиваются, там у него куча денег, куча классных отношений, всё у него круто. И он такой, значит, такой счастливый заходит, открывает ноутбук и начинает вот это писать. Ну, вряд ли. Вряд ли это точно не этот образ. Это глубоко несчастные люди. Если мы будем ориентироваться на их, ну, вот это вот проявление несчастья и закрываться сами, то таким образом мы просто будем, ну, как бы разращивать вот это вот несчастье условно. Потому что, с другой стороны, есть другие люди, которым, но которых не бесит то, что я зарабатываю 4 миллиона за полтора месяца, а которые, наоборот, вдохновляются и думают, вау, ну, если, ну, типа, это реально кто-то сделал, значит, я тоже могу это сделать. И вот моя задача, ну, как бы задать себе вопрос, на кого я ориентируюсь, да, на тех, кто, там, не верит, сомневается, просит у меня справку 2 НДФЛ, или на тех, ну, кто действительно вдохновляется, эта информация идёт, там, в своё развитие, например, да, верит в себя. Конечно же, я выбираю, ну, вот вторую категорию людей, но при этом у меня абсолютно нет никакого негатива в адрес хейтеров. Я абсолютно в тотальном принятии, просто потому, что я понимаю природу этого явления. То есть мне абсолютно понятно, что человек на самом-то деле сам неплохой. Он действительно классный, но настолько глубоко в нём сидит вот эта программа, не веря в себя прежде всего, и настолько его подкидывает от того, что кто-то посмел так сделать, а ещё и посмел об этом сказать. Ну, и, короче, его психика работает таким защитным механизмом и говорит, типа, нет, это неправда, она врёт, такого быть не может, давай её, ну, как бы вообще втопчем, потому что если, типа, на секунду поверить, что это правда, это же надо что-то, значит, себе менять, это же надо как-то, ну, не-не-не, я не хочу в это верить, всё, давайте закидаем там, и всё, и вот так. Я просто понимаю, откуда это, как бы, произрастает, и мне не обидно, мне нет злобы, я искренне, ну, как бы, желаю, чтобы этот человек, там, пережил свои трансформации в жизни и понял, что он, там, он был неправ. И в моей жизни были такие ситуации, когда люди, там, меня закидывали, а потом спустя годы писали, там, мне вот такие сообщения, ну, в соцсетях, в личку уже тогда закидывали, конечно же, не в личку, а писали потом уже в личку, что, типа, блин, там, вот много лет назад я сделала то-то, прям, сори, как бы я, ну, вот, там, трансформировался, пережил, там, всякие эти, и вот, ну, и это офигенно, я всегда радуюсь за таких людей, всегда им, там, желаю, вообще, всего хорошего, респектую, что бы они там про меня раньше не писали, и вообще просто, ну, типа, считаю, что это прям круто, что человек пережил это, ещё и смог вот это написать и сказать. Это самый лучший выход, короче, из хейта. Вот, дорогие мои, поэтому, если у вас на чаше весов стоит вопрос, типа, я не хочу открываться потому, что боюсь хейтеров, вообще забудьте об этом, потому что всегда есть люди, для которых, если вы раскроетесь, типа, вы сделаете великое благо, и они через вас вырастут какие-то там свои, ну, свои уверенности новые обретут и так далее. Поэтому мы за то, чтобы открываться и вообще не обращать внимания ни на какие такие истории негативные. Девчонки, вы знаете, я ещё такую тему хотела с вами обсудить. Я знаю, что у вас на двоих аж пятеро детей. Всё верно. Да, трое, двое. Вы просто потрясающе выглядите вообще. Просто шикарное, идеальное тело. Ты там что-то говорила по поводу тела, родов, думаю, что вообще-то говоришь. Просто я, ну, как человек, который видел на сцене неоднократно, просто всё там просто идеально до такой степени, что нет слов. Вы просто потрясающе выглядите. Вот это первый вопрос, да? Потрясающе выглядите. Вы много ездите, гастролируете. И вот тоже, как это сочетается с семьёй, ну, как бы в обе замужем, куча детей. Ну, для меня, как так, у меня один, для меня больше одного — это уже куча. Да, трое, так вообще просто целый город детей. Вот, поэтому, Талия, расскажи, как, во-первых, вот в форме удаётся вот такой шикарной вам быть? Ну, смотри, во-первых, мы как бы с детства занимались танцами, да? То есть у нас с детства есть подготовка танцевальная, то есть мы и танцами, и спортивная аэробика вынесли. То есть у нас постоянно был какой-то спорт, да, с нами. Вот, то есть мы... У нас не было такого времени, чтобы мы там просто сидели дома, а мы там ещё волейболом в школе занимались, да? То есть спортивный образ жизни вели вообще всегда. Это нам, конечно, помогало. И, ну, у нас ещё конституция как бы от папы, да, то есть фигура, в принципе, не особо склонна к полноте. Но иногда мы, конечно, там меняем немножко, да, то есть во время беременности и так далее, то есть всё равно вес увеличивается. Вот, но потом мы быстро приходим в форму, потому что мы, в принципе, быстро начинаем занятия тоже заниматься. А за питанием следить или нет? Или занятий хватает? То есть занятия тоже... Ну, за питанием мы, конечно, стараемся следить, да. Ну, прям таких жёстких диет у нас никогда особо не было. То есть так, чтобы там проесть там прям по часам или там считать калории. Ну, как я, то есть вы так не мучаетесь. Да, то есть такого нет, что мы там прям считали. Мы, конечно, ограничиваем какие-то там такие, да, продукты питания, так скажем, но не настолько. То есть диет таких прям постоянных нет. Ну, и, естественно, занятия танцами, да, а спортом, то есть всегда тоже мы поддерживаем фигуру. Класс. Ну, а в плане лица что-то делать? Потому что тоже потрясающе выглядите. Нет, в плане лица тоже, в принципе, может быть, у нас какая-то генетика такая хорошая. Офигенно. А от родителей, то есть особо тоже нет. Так, хорошо. По поводу тогда поездок. Айгуль, расскажи, а ты как вот мужья реагируют? Как вообще это сочетается с тремя детьми? Вот эти все эти активные гастромиографии. У меня двое, да. У тебя трое, у тебя двое. Точно, все. Ну, вот я только что спрашивала, и все равно я не запомнила. Хорошо. Вот вообще, да, у меня двое детей 8 и 11 лет, но так как я сама танцую, мои дети тоже в танцах. А, класс. Поэтому хочу сказать, что у меня уже младшие и старшие танцуют, они уже в концертных составах. Удобно. И поэтому мы на конкурсы едем всей семьей. И папа с новыми. Да, да. То есть вообще у нас поездки, да, большинство поездок, к которым мы выезжаем, мы ездим все вместе. Поэтому я считаю, это большой плюс. То есть нравится всем. То есть вся семья в сборе, никто не остается дома. Все предели, кто на конкурсе, кто-то там на экскурсии куда-то пошли, например, да, с младшей. Вот. И в Москве мы тоже вот все вчетвером приехали. Да, участвующие в Москве на мероприятии, как раз вот мы пишем подкаст. Да, да, да. То есть мы приехали все вместе. Мы вот уже успели там два дня погулять. Вот. Сегодня был уже первый день конкурса. Поэтому у нас вот у меня такая семья, что мы ездим все вместе. Вот. А по поводу диеты, когда меня спрашивают, как вы держитесь в такой форме, я говорю, что основной секрет – это всегда движение. То есть я всегда в движении, всегда в работе. У меня нет такого времени, что там три часа на диване лежу, то есть после еды там. То есть я всегда в движении. Поэтому, то есть строго диеты нету. То есть стараемся просто употреблять там какие-то продукты, такие нетяжелые, так скажем, особенно на ночь, да, вот, чтобы, то есть ночью, то есть фигура не портилась, так скажем, перед сном. Потому что очень многие любят, когда у меня приходят ученицы, говорят, я говорю, вот у меня отеки. Я говорю, а что ты ела вечером? Вот я съела там вечером пельмени, потом съела чай там со сладким тортом. Ну всё, я говорю, ну всё понятно. Откуда что? То есть вообще нельзя есть сладкое на ночь, тогда не будет отеков. Я могу лайфхак ещё один сказать. Да, я поняла, поняла. Да, 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 то есть... Так, трое детей. Наши трое детей пока, наверное, не все с нами. Да, у меня танцуют только старшие. Пока я 14 лет, она тоже на конкурсе сегодня выступала, она у меня уже. Вот, а остальные у меня ещё сын. Вот, он танцами не занимается, а занимается борьбой, джиу-джитсу. Вот, и младше 4 года. Тоже ещё. Она тоже только-только начала ходить в мою младшую группу. С трёх лет я беру детей и занимаюсь. То есть она уже начала ходить, но пока на конкурсы мы ещё не ездим, то есть пока только в пределах города Уфа выступаем на сцене, ну, на отчётном концерте. То есть, короче, ваши дочки обречены, да, получается, изначально? Ну, ты знаешь, у них как бы это желание было... Это их желание. Их желание, да? Потому что сейчас, мне кажется, современные дети, они если не хотят заниматься, они не будут заниматься. И на самом деле, ну, я, например, всегда смотрю на желание детей. И если реально ребёнок хочет заниматься, у него есть желание, то он, значит, продолжает заниматься сам. То есть у неё... Сейчас у меня дочка, например, она сама прям ждёт эти конкурсы постоянно, там, постановки, костюмы. То есть она прям этим живёт, и я вижу, что ей это на самом деле нравится. Это её. А, вот так. Класс. Класс. Супер. Ну, по поводу конкурсов, мы, как правило, конечно... Ну, мы тоже иногда выезжаем все вместе, пятером, всей семьёй, да. Там бывает на машине, на самолёте и так далее. Но иногда мы ездим со старшей дочкой вдвоём, и нас, в принципе, муж как бы спокойно отпускает. Он как бы поддерживает меня, да. Поддерживает, да? Да, поддерживает. Он, в принципе, сам бывший танцор в молодости, так скажем. Мы познакомились с ним как раз на этом фоне в Казани на конкурсе именно танцев. Точно, да. Да, то есть мы как бы там познакомились. Он раньше танцевал, сейчас, конечно, нет. Он сейчас уже с танцами не связан. Но он меня поэтому поддерживает, и мы поэтому иногда ездим вдвоём с дочкой, со старшей. Класс. Девчонки, знаете, хотела ещё спросить вас, расподелитесь, что, какие планы на этот год, на ближайший? Что хотим? Вообще на этот год у нас запланированы тоже поездки есть на конкурсы, как в качестве судей, в качестве участников гал-концерта. Поэтому мы хотим активно в этом году ездить по конкурсам. Нам это очень нравится. Уже в новой роли? Да, да, да. То есть в новой роли. То есть смотреть уже участников уже не с кулис, а уже из зала оценивать. Нам очень нравится для опыта и для нас самих. Также быть участниками гала-шоу. То есть участвовать на гала-шоу с приглашенными звёздами и сами в качестве звёзд выступать. Вот эти планы у нас. Также развивать проект наставничества активно. Да, расскажи про себя, что вот именно ты хочешь. Да, я хочу именно вот сейчас начать, вот сейчас, наверное, в следующем месяце набрать уже группу и именно развивать проект наставничества. То есть набрать себе единомышленников, которые хотят идти со мной вперёд, хотят развиваться и в карьере, и в работе, и в бизнесе, и в деньгах. Да, вот. Также, кто желающий, конечно, я танцами в любом случае занимаюсь. У меня есть много учениц индивидуальных, кто занимается, и хотят развивать в себе там и уверенность в себе. И для сцены, для конкурсов у меня есть девочки, которые занимаются уже не первый год. То есть я их никуда не бросаю. Да, у меня желающие всегда есть. У меня прям запись на индивидуальные занятия, у меня очень большой поток. И иногда даже не знаю, куда кого записать, потому что у меня и дети, и взрослые. Вот, поэтому это тоже всё моё. Поэтому я продолжаю дальше развиваться и сама, и буду развивать своих учениц. Ну и, конечно, развивать свою студию. Класс, класс. То есть из нового добавляется, что больше ездим по гастролям уже в качестве приглашённых звёзд и качаем свой проект. Класс, класс. Алия, у тебя какие планы на год? Ну да, мы сейчас, у нас уже есть запланированные поездки, то есть где мы уже в качестве приглашённых студий. А также хотела сказать, что мы ещё будем проводить мастер-классы там. То есть мы хотим тоже мастер-классы проводить, развиваться в этом плане тоже, выступать в гал-шоу также. И, ну, естественно, развивать нашу студию. Да, у нас есть, мы ведём сами концертные группы, да, то есть развивать именно концертные составы, также выезжать с ними на конкурсы. Вот. Также у нас в сентябре будет наш конкурс собственный. Мы вот, получается, будем проводить его второй раз. Наш всероссийский конкурс Twins Dance Fest, который пройдёт в конце сентября этого года. То есть мы его уже запланировали, то есть мы уже планируем там гостей и так далее, там мастер-классы, вот, участников приглашаем. Вот. Ну, из крупных мероприятий таких. Ну, естественно, я тоже развиваю свой проект дальше, «Трансформация через танец», вот. И дальше набираю тоже себе девушек, да, которые хотят быть уверенными в себе, вот, хотят танцевать и, естественно, улучшать качество своей жизни, да, и чувствовать себя королевой, так скажем. Вообще я считаю, что каждая женщина должна себя чувствовать просто королевой в жизни, вот, и уверенной в себе на сто процентов, и тогда люди будут её воспринимать совсем по-другому. Да, однозначно, однозначно получится. Потому что всё идёт от себя. Вот. Как ты себя чувствуешь, так тебя и воспринимают окружающие люди. Вот. Поэтому хотелось бы побольше девушек и женщин сделать более счастливыми, да, и, ну, королевами этой жизни. Вот. Такие планы, наверное, пока. Дорогие друзья, ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо, девчонки, вам за то, что были со мной. Мне кажется, это очень классный подкаст. Друзья мои, я вас приглашаю, девчонкам, на разборы. Также я сама провожу трансформационные разборы для тех, кто хочет идти в свой масштаб, в большую популярность, в большие деньги на любимом деле. Обязательно приходите ко мне. Также можно записаться на бесплатный трансформационный разбор. Мы оставим для вас здесь все ссылочки. Подписывайтесь на нас. И до новых встреч на моих подкастах. Всем спасибо большое. Пока-пока. 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 Продолжение следует...